Друзья, всех вас приветствую на канале, меня зовут Артур Романов и сегодня я подготовил для вас максимально уверенный прогноз на Евро 2020 плей-офф, где встречаются между собой такие сборные, как Бельгия и Португалия. Ну а перед тем, как мы с вами начнем, хочу напомнить, что помимо YouTube-канала у меня есть также Telegram-канал, где ежедневно делюсь бесплатными прогнозами, как по линии, так и вами. Поэтому, если вам это интересно, ссылочку я оставлю в описании. Также в сегодняшнем видео я проведу для вас всех розыгрыш, где у каждого из вас будет возможность выиграть денежный приз, поэтому досматривайте видео до конца, чтобы ничего не пропустить. Что ж, друзья, перейдем к разбору матчей, начнем со сборной Бельгии. Эта сборная состоит из очень качественных игроков, чего стоят Лукако и Дебрюни. Эти двое просто могут поодиночке сотворить момент и забить свой гол, но сейчас хотелось бы обсудить именно их статистические показатели. Что касаемо последних десяти матчей, то здесь мы с вами можем заметить, что у команды всего лишь две ничьи и восемь побед, при этом также стоит отметить, что они играют довольно результативно. И меньше двух мячей было забито всего лишь в одной игре. Давайте пройдемся по матчам в групповой стадии. Первым оппонентом была сборная России. В принципе, там без каких-либо проблем бельгийцы 3-0 разобрались. Я думаю, здесь что-либо добавлять нет смысла, каждый из вас следил за этой игрой. Со сборной Дании были большие проблемы у бельгийцев, в особенности в первом тайме, ведь Дания очень хорошо подготовилась к этому матчу. Зеркально отыграли, прессинг в один в один, это дало свои плоды, они сразу забили быстрый гол. Но вот во втором тайме Мартинес вел определенные изменения, которые повлияли как раз-таки на игру, в том числе и замена Дебрюни, который отдал голевую и забил гол. Соответственно, друзья, здесь бельгийцы все-таки вырвали свое, но все-таки в обороне можем отметить, что не всегда все получалось, потому что давали, давали возможности довольно часто бить сборной Дании. Ну и последний матч был со сборной Финляндии. Финляндия, это, конечно, довольно слабый оппонент. Здесь бельгийцы просто уничтожили, у них было больше ударов, причем значительно, также больше владений. Ну и, соответственно, команда уверенно победила со счетом 2-0. Что же касаемо их оппонента, сборной Португалии, то португальцы это тоже очень сильная команда, которая отлично себя в целом показала в групповой стадии. Все-таки там оппоненты были посерьезней, но давайте перейдем к самим результатам. Итак, в 10 последних матчах у них 5 побед, 3 ничи и 2 поражения. При этом нельзя сказать, что португальцы выглядят, ну, какой-то невероятно сильной командой. Да, они хороши, но все-таки не без везения, я бы сказал, что они в групповой стадии все-таки прошли в данный этап. Но, стоит отметить, что португальцы очень боевитая команда, которая обладает действительно очень хорошими игроками, которые могут индивидуально создать момент и вытащить свою команду. И в основном все-таки португальцы играют довольно результативно. В особенности на Евро, если мы с вами посмотрим на их результаты, то это матч с Венгрией 3-0, матч с Германией 4-2 и также матч с Францией 2-2. Да, конечно, матч с Францией был довольно сказочным, целых 3 пенальти поставили, еще одно могли поставить, но все-таки после проверки Вара не поставили. Но, в любом случае, 3 пенальти в одном матче и 3 из 4 голов были забиты именно с точки. Вообще, португальцы любят забивать пенальти и их зарабатывать. Если мы с вами посмотрим, вообще у Португалии был пенальти в каждом матче и в каждом из этих матчей Роналду его реализовал. Но, друзья, перед тем, как подвести итог и уже огласить сам прогноз, хочу вам порекомендовать букмекерскую контору, которую ставлю лично я, это БК МЛБ. Это букмекерская контора самой широкой линии в СНГ, там есть любой матч, любой слой, который вам по душе, но, что самое главное, вы абсолютно точно можете ей доверять. Если плюс ко всему еще и воспользуетесь промокодом, который сейчас видите на экране, можете получить плюс 100% бонус к первому пополнению, введя его при регистрации. То есть, пополняя на 1000 вы получаете 2000, пополняя на 5 вы получаете 10, пополняя же на 10 вы, соответственно, получаете 20. Арифметика простая, ссылку оставлю в закрепленном комментарии, переходите, пользуйтесь. Что хотелось бы сказать по итогу. Да, у бельгийцев, конечно, статистика на евро получше, но стоит отметить, что команды у них были все-таки классом пониже, в отличие от Португалии, которая была очень сильная группа. Даже венгры, которые сыграли в ничью и с Францией, и с Германией, тоже казались довольно цепкими и сильными. Да и в матче с Португалией они не сильно-то уступали. В концовке их, конечно, не хватило, но в любом случае они показывали себя отлично. Поэтому сравнивать именно данные показатели я бы не стал. В целом, по игре обе команды выглядят очень сильно. В атаке линия шикарная, и голы свои они должны абсолютно точно находить. Поэтому моей ставкой в этом матче будет тотал больше двух мячей. А теперь давайте перейдем к розыгрышу, о котором я говорил еще в начале видео. Что же нужно сделать для того, чтобы выиграть денежный приз? Первое, вам нужно поставить палец вверх этому видео. Второе, подписаться на мой YouTube-канал. И третье, написать в комментариях, на какой минуте какая команда какой гол забьет. Сейчас снизу для вас появится подсказка, по ней заполняем. Пишем в комментариях свои варианты, и, соответственно, друзья, дожидаемся исхода матча. Вам достаточно угадать лишь один из этих вариантов, и вы можете победить. Но, друзья, не спешите, если вы угадали, потому что другие участники могут назвать те же варианты и написать. Соответственно, если угадавших будет несколько, победитель будет выявляться рандомным образом. Затем я оглашу победителя в одном из роликов, и после чего с вами свяжется мой менеджер в обсуждениях вашего канала. Все же, друзья, на этом видео подошло к концу. Подписавшись, также, друзья, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать ни одного прогноза и ни одного розыгрыша. С вами же был Артур Романов. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok